Итак, энергетические привязки. Давайте рассмотрим, что же это такое и где они могут находиться и как они могут непосредственно выглядеть. В основном люди говорят часто о привязках между мужчиной и женщиной. Женщины говорят, что они привязались к какому-то мужчине, даже не подозревая о том, насколько буквально они передают суть этих слов. То есть когда человек от чего-то или от кого-то энергетически зависит, можно говорить о наличии энергетической привязки. Что такое энергетическая привязка? Это энергетический канал, который образуется во время взаимодействия человека с другими людьми, ну или с объектами, или с эгрегорами. Поэтому вот уникальность КФС номер 23 как раз заключается в том, что он убирает не только привязки, которые вы связаны с другими людьми, но и привязки с эгрегорами. То есть неважно разграничить два понятия, энергетический канал и энергетическая привязка. Это не совсем одно и то же. Энергетические каналы возникают как данность или энергетические связки. Энергетические каналы, они возникают как данность во время общения двух людей. По этим каналам происходит взаимообмен энергии. Без энергетических связей с другими людьми человек выжить не может. Их нельзя удалить. Потому что это нарушает человеческую природу. Поэтому говорят, человек без общения усыхает, как лоза без воды. Почему? Потому что нет общения, нет вот этих энергетических связей, через которые происходит обмен энергии между людьми. Знаешь, вот вы просто сели на лавочку, там с кем-то пообщались, уже у вас энергетический обмен произошел. Сейчас мы с вами не имея значения воочию общаемся или через интернет, все равно между нами сейчас устанавливаются энергетические связи, когда происходит обмен энергии. Привязка это тоже канал, но здесь мы имеем дело с энергетическим нарушением. Почему? Потому что привязка основана на зависимости человека от чего-то или кого-то. А значит противоречит основному божественному закону, который гласит, что каждый человек волен и свободен. И опасность энергетических привязок состоит не только в остановке развития, но еще и в том, что, допустим, умелый манипулятор через эту привязку может вызвать негативные эмоции, происхождение которых будет очень сложно отследить. Так вот, в процессе жизни практически каждый создает в себе энергетические привязки, даже не подозревая о том, насколько это осложняет его бытие. Эти привязки не дают человеку полноценно развиваться. А человек без развития деградирует. И причина появления привязок это нарушение человеком законов божественного развития. Ну, правильно будет сказать, конов божественного развития. И вот негативные эмоции формируют энергетические привязки по определенным соответствующим чакрам. Допустим, седьмой энергоцентр Сахасрар может давать привязки к эгрегорам. И может содержать привязки, которые подключают человека к определенным эгрегорам, к сектам, к религиозным эгрегорам и так далее. Шестая чакра, лобная чакра, может содержать привязки к тому, что человек считает истинной, принципами и установками. Пятая чакра, горловая, это стремление к самореализации. На четвертой чакре могут быть привязки любви или ненависти. На третьей пупочной чакре это привязки подчиненности или наоборот стремления к власти. На второй чакре это привязки похоти, навязчивой идеи. И на первой чакре базовой это привязки страха и агрессии. То есть на тонком плане вот эти привязки, они видятся в виде трубочек разного диаметра, в котором течет энергия различного цвета и константенции. Опасны не сами привязки, это всего лишь энергетические каналы. Опасна определенная энергия, нарушение во время взаимодействия. То есть когда люди уже не свободны, а стараются подчинить себе другого. Поэтому если присутствует любая привязка, то это естественно оттягивает общение. При этом человек будет ощущать сильную тягу к тому, к кому привязан. И вот степень прочности привязок очень высокая. Почему? Потому что они лишают человека свободы и препятствуют его духовному развитию. Привязка может появиться и помимо воли. К примеру, когда совершается астральное нападение, образуется привязка между тем, кто напал, и тем, на кого напали. Это след от взаимодействия. Поэтому любые привязки можно создавать искусственно. Кстати, вот действие приворота основано на искусственном создании привязок. В этом случае место привязки визуализируется в виде крюков на тонком плане. То есть крючок какой-то такой энергетический. Это, знаете, как будто бы кто-то кого-то зацепил на крючок и тянет. Или гайки, или защелок какой-то. Или на узел бывает так вот, как будто бы два каната идут от мужчины и от женщины. И эти канаты между собой связаны узлом. Такое может просматривать на самом плане. Отвороты, наоборот, разрушают привязки и блокируют энергетические каналы. Эти действия относятся к ритуалам черной магии. Привязки могут быть активными, могут быть пассивными. В зависимости от того, течет ли по ним энергия. Вот, кстати, родственники, они объединены между собой энергетическими каналами на первой чакре. Наиболее яркие привязки это родители. Но со временем привязки могут становиться все более и более тонкими. Во время смерти одного из родственников привязка через некоторое время засыхает и перестает существовать. В детстве родовые каналы наиболее плотные, яркие из-за частого обмена энергии между ребенком и родителями. Ну и родовой канал между супругами появляется во время зачатия. Вот, поэтому очень важно, допустим, вот если в семье какой-то родственник, отец, мать или дедушка, бабушка меняют мерность, то нельзя сильно впадать в уныние, нельзя непосредственно сожалеть. Да, потому что может образоваться привязка, некротическая привязка. На второй чакре образуются сексуальные привязки во время появления сексуального влечения. Также привязка на второй чакре может образовываться во время флирта между людьми противоположного пола. То есть, если два человека, пара, вступают в любовные отношения, то через некоторое время между ними образуется энергетическая связь. Канал, он устанавливается в результате постоянного обмена чувств между людьми. И чем прочнее канал, тем сильнее сексуальная привязка. То есть, таких привязок может быть несколько, особенно в молодые годы. И вот со временем человек делает выбор партнера, и если он через эту привязку получает весь необходимый для него спектр удовольствия, то у него нет необходимости иметь несколько привязок. Он как бы отказывается от других сексуальных партнеров. Но если ему не хватает каких-то ощущений от одного человека, если он получает как бы неполный спектр энергии, то он заводит себе любовника, любовницу, или просто имеет несколько отношений одновременно. Это очень чревато для здоровья. Поэтому вот если мужчина там Донжуан имеет несколько партнерш, имеет несколько женщин, то естественно от его второй чакры истекает энергия ко всем тем женщинам, с которыми он общается, или общался в течение жизни и не забыл по той или иной причине. То же самое и у женщин. Могут образовываться эти привязки ко всем тем партнерам, которые у нее по жизни были. Ну и при интимных взаимоотношениях, близких интимных взаимоотношениях, мужчина, если рассматривать энергетический уровень, оставляет внутри женщины энергетические определенные волокна, через которые и образуются уже в дальнейшем вот эти вот энергетические привязки. Ну и происходит естественно на физике обмен микрофлорой. Если есть кто-то, допустим, кто-то болен, или он, или она, то происходит заражение определенное. И происходит откачка энергии. Именно через вот эти вот энергетические привязки. Поэтому чем больше партнеров, чем с большими людьми на тонком плане, в интимном плане взаимодействует мужчина и женщина, тем больше у них привязок идет, тем больше идет потери энергии. А второй энергетический центр у нас курирует в основном непосредственно органы репродуктивной системы. Поэтому все те заболевания органов репродуктивной системы, которые существуют или у мужчины, или у женщины, при дефиците энергии начинают страдать. То есть образуются какие-то и развиваются какие-то определенные заболевания. Поэтому раньше на Руси девственность, она очень ценилась. И когда непосредственно женщина или мужчина ощущают дефицит энергии, то необходимо в первую очередь, пока не избавишься от привязок, пока не прекратишь отток энергии, энергия, естественно, будет уходить, и на дефиците энергии человек будет иметь все проблемы. Ну, естественно, дефицит энергии еще как негативным образом сказывается? Человек быстрее стареет. Меньше живет. Потому что постоянно идет растрата жизненного флюида, жизненного потенциала, который уходит. То есть тут уже обмена энергии нет. Но я об этом подробно рассказывала. Ну, там с учетом, конечно, бизнеса, да, влияния на бизнес, вот этих энергетических привязок, энергетических взаимосвязей, любовных треугольников, да, еще на шестой научно-практической конференции. Поэтому, кому интересно, смотрите видео или в брошюрах найдете и почитаете. Вот поэтому при связке, когда вот не у мужа, не у жены, нет любовников, идет обмен энергии. То есть создается такое энергетическое кольцо, по которому циркулирует энергия между мужчиной и женщиной. И это усиливает и одного партнера, и второго партнера, понимаете. И тогда ни о каких энергетических привязках здесь, конечно, речи не идет. Это энергетическая связь, благодаря которой осуществляется энергетический обмен. И это очень хорошо, потому что любой женщине не хватает мужских энергий, янских, любому мужчине не хватает, ну, в идеальном варианте, да. Если нет искажения этих энергий, ян, мужчины или женщины. И тогда, таким вот образом, происходит балансировка энергетического потенциального статуса между мужчиной и женщиной. И каждый получает то, что ему не достает. И каждый в силе остается. И никакой потери энергии нет. Но, к сожалению, вот такие вот обоюдные согласия, такие вот союзы между мужчиной и женщиной, они очень редко встречаются. Ну, сейчас вот, как мы говорим, темные силы, они навеяли свою моду на вот эти вот, не совсем правильные, я бы так сказала, взаимоотношения, для того, чтобы люди теряли свой энергетический потенциал, для того, чтобы теряли свою энергию. Естественно, это сказывается на количестве и качестве лет жизни человека. Если вот между мужчиной и женщиной не просто вот влечение какое-то сексуальное существует, а если существует истинная любовь, то тогда вот эти связки, они существуют не только на уровне второго энергоцентра, и не только по уровню второго энергоцентра происходит взаимообмен энергии, а это происходит на уровне еще четвертого энергоцентра. А также на уровне пятого энергоцентра, когда они голосом общаются между собой, да, мужчина и женщина. Также это может происходить на уровне, при эмоциональных таких вот взаимодействиях, Это происходит на уровне третьего энергоцентра, тоже может быть привязка. То есть это уровень второго, второй чакры, получается третьей чакры, четвертой, пятой чакры и шестой чакры. То есть когда любишь человека, естественно о нем думаешь, и это тоже связка образуется по уровню шестого энергоцентра. Идет обмен по этим основным базовым чакрам, при взаимоотношениях, обоюдных таких любовных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, когда нет посторонних связей на стороне. Также еще, если еще существуют одинаковые духовные устремления и у мужа и у жены, то тоже связка, не привязка. Именно связка образуется по уровню четвертого энергоцентра. Это укрепляет еще больше, как бы цементирует основательно взаимоотношения, и тогда такую пару разбить просто невозможно. Теперь, что касается привязок. Это отрицательное, когда идет отток энергии. Вот если на первой чакре привязка, она встречается очень редко. Образуется по причине испытывания большого уважения и доверия либо к партнеру, либо к начальнику, сотруднику, другому человеку. Это уважение и доверие должно быть обоюдным, двусторонним. Тогда это будет связка, тогда это будет обмен энергии. Если просто кто-то один испытывает, допустим, уважение или доверие к начальнику, а начальник не испытывает, тогда это уже привязка. Тогда начальнику течет вся энергия. Четвертая чакра анахата. Привязка по анахате – это признак духовных отношений. Для того, чтобы сложились семейные отношения, партнеры должны любить друг друга духовной любовью. И такая вот уже, это уже тогда будет не привязка, а связка. Привязки по анахате могут быть к родственникам, лучшим подругам, еще и друзьям. Опять же, если привязка, если это одна буквы, поддача энергии. И также связка может образовываться под пятой чакре. Это означает схожие интересы и взгляды на мир. Возникает тогда, когда ученые, философы, люди науки или искусства занимаются совместными идейными разработками или совместным творчеством. Таким образом, группа ученых каких-то. Также это может быть два духовных человека, жизнь которых связана таким способом, что они постоянно обмениваются мыслями и идеями. И вот эта вот связка на вишутке встречается редко и редко, когда существует долго. По сути своей, она является как бы альянсом двух умов. И такие альянсы существуют не часто. Но существуют. Дальше. На шестой чакре канал связи образовываются еще реже. Это идентичные случаи постоянного телепатического контакта. Такие образуются при долгой постоянной работе, допустим, духовного учителя и ученика. Такими каналами обладали Блавацкая, Рерих, Шри, Аурабинда. На Сахасааре каналы связи бывают двух типов. Эгрегорные и сознание высших существ и адептов. Эгрегорные каналы – это привязки к социуму, политическим идеям, коммунизм, капитализм, демократия, религиям и так далее. Канал из сознания высших существ и адептов – явление редкое и по своей функциональности похоже на постоянное контактерство. Такие каналы связи проявляются в этой долгой совместной духовной работе. Это тоже связи уже, а не привязки. Каналы этого типа были у Исуса и Губы. То есть с помощью энергетических каналов строится постоянное взаимодействие между существами. Осознание наличия таких каналов дает большие преимущества. К сожалению, в современном обществе два партнера нередко испытывают негатив друг к другу. Тогда по их установленным уже не связкам, а привязкам течет не чистая энергия, а негативная. Из-за наличия такой привязки почти что невозможно защититься, потому что слова, эмоции, мысли близких нам людей влияют на нас более сильно и воспринимаются довольно-таки очень резко. Итак, по привязке, то есть это когда происходит отток энергии человека, по каким причинам они, эти привязки, могут образовываться? Ну, во-первых, это жалость, это желание помочь или желание спасти. И многие, к сожалению, попадаются на эту удочку. Считая, что он делает доброе дело, человек может долгие годы кормить такого энергетического дармоеда и при этом думать, что без его поддержки тот не выживет. То есть это как бы уже образуется таким вот образом паразитические отношения. Вот такие паразитические отношения могут образовываться между, допустим, матерью и ребенком даже. Когда ребенок уже вырос, сидит на шее у матери. Это тоже привязка. То есть вот жалости, не просят, не помогают, да, просто желание помочь не должно быть. А есть такие, которые пытаются спасти весь мир, люди, да, это тоже привязки. Дальше, обида тоже формирует привязки. Это чувство считается одним из самых сильных, негативно влияющих на здоровье. Ну, про обиды мы с вами отдельно проговаривали, да. То есть мы говорили, вот там обиды и любовь, по-моему, так тема называлась. Поэтому вот когда человек часто обижается, то он через себя получается, что сам человек, который обижается, является автором этой привязки. К тому, на кого он обижается. Это, естественно, дает тоже отток энергии. Чем дольше и чаще человек обижается, тем больше энергии он теряет. Дело в том, что, вот, допустим, при обиде человек вновь и вновь возвращается мыслями к обидчику, щедро отдавая при этом тому свою жизненную энергию. То есть обида – это, получается, добровольная отдача энергии тому, на кого обиделся. Подумайте теперь, стоит ли обижаться. Дальше. Еще в каких случаях могут образовываться привязки. Это месть, желание доказать свою правоту. Сложно забыть и отпустить человека, когда то и дело прокручиваешь у себя в голове зловещный план возмездия или мести. И представляет, допустим, один человек представляет, как он своему обидчику когда-нибудь что-нибудь скажет в лицо, и вот он продумывает там по 10 раз эти слова, которые надо будет ему сказать при встрече и так далее, и так далее. То есть вот это думание постоянно о том человеке, с которым были неприятности, человек опять же тоже добровольно отдает этому неприятелю свою энергию. В течение многих лет даже люди вынашивают месть и не понимают потом, почему у них упадок сил, почему упадок энергии, почему разваливается здоровье и так далее. Дальше еще причина образования привязок – это чувство вины. Здесь уже как бы мы имеем дело с агрессией, направленной человеком на самого себя. Это лишение себя права на ошибку. То есть чувство вины – это такая, ну очень, я бы сказала, непродуктивная эмоция, ведь человек никак не исправляет содеянное, а занимается самобичеванием. Человек, который чувствует свою вину перед другим, часто думает о том, как же вымолить у того другого прощения, и что можно сделать, чтобы загладить свою вину. Ну и в результате что получает? Очень и очень прочную привязку. Дальше. Следующий момент – это материальные потери. Вот, кстати, материальные потери, они тоже создают определенные привязки. То есть невозвращенный долг связывает двух людей на долгое время. При этом чем крупнее сумма, тем прочнее привязка. Впрочем, у того, кто дает долг, все же есть выход. То есть мысленно распроститься со своими деньгами, как будто они потеряны, и искренне простить должника. То есть представить, что эти деньги он ему подарил на день рождения, или, ну, к примеру, да, у должника ситуация хуже, так как как бы он ни старался, он не сможет забыть того, кому он должен. Единственный способ избавиться от привязки – это как можно быстрее отдать долг. Вот, поэтому избавляться от привязанности как можно быстрее желательно, да, связанных с деньгами и вещами. Дальше. Еще в каких случаях могут образовываться привязки? Вот чувство обязанностей оплатить за оказанную услугу. Вот если такое чувство обязанностей, как я тебе, да, вот как мы привыкли говорить, если это чувство обязанностей присутствует, то значит присутствует привязка. Здесь тоже есть ощущение долга, но долга нематериального. Когда человек говорит, что вот ему какую-то услугу оказывает кто-то, да, он говорит, ну, что у этого человека будет. То есть сам себе как бы навязывает долг и создает сам себе мощную привязку. Долги надо отдавать, но мы тут забываем, что другой человек добровольно сделал для нас что-то доброе, и в этом случае будет достаточно искренней благодарности. Следующий момент. Люди живут вместе, да, практически, допустим, они уже чужие. То есть они уже прошли этот этап, но никак не могут двинуться дальше, потому что, ну, каким-то образом связаны с друг другом. Или, допустим, один из партнеров давно перерос уже эту связь, ему надо было идти вперед, а другой не дает ему развиваться. Что питает привязку в этом случае? Привычка, чувство долга, обязанность, забота о детях, привязанность к совместно нажитому имуществу, привязанность к совместно нажитой квартире, жалость к партнеру, как же он там без меня и так далее, и так далее. То есть это уже называется все, что угодно, как угодно можно назвать такие отношения, но только не любовью. Вот это тоже такая привязка, постоянно откачивание энергии идет и у одного, и у другого партнера. Вот обычно появляются срочности, да, и вот эту энергию негативную, которую излучает и один, и второй партнер, постоянное отрицательное эмоциональное взаимодействие между такими людьми происходит, которые вынуждены жить под одной крышей, да, и скачка энергии идет с обеих. Дальше. Следующий момент возникновения привязок это потребность обладать другим человеком. Это зависимость, это страсть, это ревность. Человек вновь и вновь думает о предмете своего вожделения, мечтает о нем, страстно желая его заполучить. Человек вот становится похожим на ребенка, которому не дают любимую игрушку. То есть он требует ее и ничего вокруг больше не видит. Вот это никак нельзя путать с любовью, потому что любовь не ущемляет право на свободу и волю другого человека. То есть если вас ревнуют, значит с вас скачают энергию, знаете. Дальше. Невзаимная любовь. Это настолько долговечная, тонкоматериальная привязка, что может сильно испортить здоровье человека, выжимая из него всю энергию. Вот такое состояние изматывает и того, кто любит, и того, кого любят. Это сильная вампирическая привязка. К тому же новая любовь не может появиться у человека, если вся его энергия уходит к тому, к которому он чувствует безответную любовь. И потом вот многие женщины удивляются, почему же они никак не могут привлечь, даже работая с корректорами, никак не получается привлечь у них пары. А потому что когда-то была безответная любовь, возможно, и вот это вот все связывает человека. Есть привязка, поэтому надо развязать узлы. Сегодня мы тоже будем говорить о том, как это можно, работа из КФС, сделать. То есть не разрушив одни отношения, невозможно построить другие. Дальше. И самыми прочными привязками являются родительские привязки. Часто родители, особенно матери, стремятся полностью контролировать своего ребенка, слушать его развитие своим вниманием и заботой. О литве говорить, конечно же, здесь уже не приходится. Женщина думает, что она таким вот образом проявляет любовь к ребенку. На самом деле она создает родительскую привязку. Это зависимость и желание починить себе другую личность. И вот в этом случае последствия могут весьма быть неприятными. То есть ребенок или найдет в себе силы разорвать привязку, чревато полным прекращением общения с родителями или останется неполноценной личностью. Ну вот у меня был такой пример. Одна женщина звонила, рассказывала свою историю, просила Зарета, что там делать. То есть вот в принципе вот в семье, получается, вот у нее в семье, то есть больше любовь к детям проявляла именно она. То есть муж был таким вот очень жестким человеком, как я поняла по разговору. И, ну то есть, ну ему было там ни до чего, ни до детей, было занято просто зарабатыванием денег. И вот она настолько была привязана к своим детям, что даже когда вот сын уже вырос, ну дочь жила далеко от нее, а сын жил где-то рядышком. И вот она, когда сын женился, вот эта женщина, она стала ежедневно, так как недалеко жили в одном городе, и она стала ежедневно ходить туда, просто приносить еду там, пыталась что-то там сделать, помочь постирать невестке там, ну лазила, короче, во все их семейные дела. Что, естественно, вот до поры до времени невестка терпела, терпела, и сын терпел, да. То есть, естественно, что невестка выражала свое негодование, недовольство, это я все говорила мужу. И вот когда в очередной раз она пришла там, и что-то опять принесла им такое там, из еды, по-моему, она говорила, что принесла, что сын с невесткой выставили ее за дверь и сказали, что они уже взрослые люди, что они сами могут о себе побеспокоиться, и чтобы она больше здесь на пороге даже не появлялась. То есть вот она как бы вроде как с любовью, с помощью, сама при этом работала на двух работах, и все деньги все туда отдавала. Вот, ну это, конечно, с одной стороны им легче, когда родители помогают, но с другой стороны вот лопнуло терпение, да. То есть любая семья, она хочет самостоятельности, и вот, ну, как-то, знаете, как два петуха в одном курятнике не могут возлиться, так вот и две хозяйки в одном доме, даже если живут в городе. И вот прошло много лет уже, они вынуждены были въехать в другой город, поменять квартиру, и она до сих пор не знает, вот прошло пять лет, она не знает, где живут, где живет ее сын, сколько там детей, есть ли дети, да, и так далее, есть ли у нее внуки. То есть вот сын был вынужден оборвать полностью отношения за такой чрезмерной, удушающей любви своей матери. Понимаете, как? То есть вот такая вот привязка. То есть сын, получается, добровольно, проявив силу воли, разрушав свое сердце в кулак, разорвал вот эту родительскую привязку таким вот самым жестким образом. Потому что по-другому там уже, ну, невозможно. Вот такие вот жизненные примеры, к сожалению, бывают. Такие неприятные последствия образования родительской привязки. То есть человек полностью через прекращение общения с родителями прервал эту взаимосвязь. Или еще другой пример. Например, если мать в подростковом возрасте не принимает своего сына как независимую личность и не отпускает его, то энергия плотно блокирует его основные чакры, что приводит к крупным неудачам в личной жизни мужчины. То есть когда вот есть маминкин сыночек, да, то есть когда мать полностью подчиняет себя, себе сына, и он, естественно, что между ними на уровне чакры существуют привязки, и он не может, а найти себе пару, привлечь пару. Женщине надо обратить внимание на отношения со своим отцом. Хотя справедливости раздеть, надо сказать, что привязки между дочерью и отцом бывают куда реже, чем между матерью и сыном. Или между матерью и дочкой. Дальше. Но еще бывает привязка образуется, когда существует сокрытие или вытеснение своих истинных чувств к другому человеку. Всегда надо прислушиваться к своему сердцу, отбросив прочь стереотипы и ханженства. Иногда вот люди, чувствуя любовь к другому, ее скрывают, боясь показаться глупым, смешным, быть отвергнутым, или просто потому, что так не принято, или человек не такой по поведению. И любовь необходимо дарить, да, и сказать другому человеку, какой он хороший, как ты его ценишь и так далее, и так далее. То есть вот эта вот невысказанность внутренняя, она все равно образует энергетическую взаимосвязь в виде привязки. Человек, думая о объекте своей любви, не говоря ему об этом, постоянно транслирует туда свою энергию. Ну и что очень важно знать, что привязки подчас весьма, весьма живучие. Если негативные эмоции сильные, то привязки сохраняются несколько воплощений подряд. Не только вот в течение одной жизни, но и несколько воплощений подряд. То есть люди вновь и вновь, из воплощения в воплощение, притягивают друг к другу, себя, да, в каждом новом своем воплощении, пока не освободятся от своих привязок. То есть практически все кармические связи основаны на привязках. То есть вот когда там делаешь космограмму некоторых, да, вот ведическую, то там видно, вот есть звездное супружество, да, и есть кармический брак. И вот практически у 95% людей кармические браки. Это о чем говорит? Это говорит о наличии привязок, из воплощения в воплощение. То есть вот женщина, допустим, имея, пример такой, да, женщина, имея кармическую привязку, допустим, может выйти замуж за алкоголика и терпеть всю жизнь, понимаете, вот эту вот взаимосвязь с таким вот партнером. И не уходит от него. Почему? Потому что есть привязка, и она терпит, понимаете как. Поэтому пока привязки не уберешь, жизнь свою изменить довольно-таки трудно. Поэтому очень важно, да, еще бывает так, что у женщин очень много, если, допустим, муж меняет мерность, да, и уходит жить уже в тонкий мир, а там была очень сильная привязка, или у него, или у нее, ему не имеет значения, но привязка была по уровню от того или иного энергетического центра, то тогда это уже превращается в некротическую привязку. Тогда очень важно прорабатывать уровень второго энергоцентра по переднему и заднему аспекту, да, очень важно прорабатывать уровень третьего энергоцентра, то есть там посмотреть все чакры надо. Ну, в идеальном отношении, если вы как бы не осознаете, на какой чакре у вас привязка осталась к ушедшему, человеку, тогда надо прокачивать все чакры, убирать вот эти привязки по всем чакрам. Обычно, если там люди долго вместе прожили, там, бывает, там, 50 лет вместе прожили, да, то, естественно, что привязки могут быть по всем энергетическим центрам, и вот эти некротические привязки, они будут тянуть энергию туда, в загробный мир. Это в лучшем случае, если женщина его отпускает, да, а ведь бывает так, что женщина утручается, никак не может отпустить, и тогда вот эти вот как бы тонкие структуры ушедшего человека, и через привязки, да, они соединяются с этим человеком, как бы человек носит в своем поле энергоструктуру уседшего человека. А так как энергоструктура тут, а тело там, да, похоронено, то, а душа, как бы, ждет полета в тонкий мир, но ей необходима энергия, где она будет брать энергию? Конечно же, у того, кто носит ее в биополе, эту энергоструктуру, в привязку, да, поэтому человек теряет энергию тоже очень быстро, вот бывает случай так, что, допустим, нос ушел в тонкий мир, и через какое-то время жена умирает, да, почему? Потому что вот эта вот привязка была, поэтому эти привязки важно как можно быстрее убирать, ни в коем случае нельзя впадать чрезмерное уныние, потому что таким вот образом вы мешаете и душе идти в свое пространство, и время своим дальнейшим эволюционным путем, и человек вредит самому себе, да, то есть, как бы, отделя свой потенциал жизненного флюида, отделя свой потенциал энергии с загробным миром, да, давая поддержку, энергетическую поддержку существования вот этой энергоструктуру ушедшего человека за счет своей энергетики. Это очень опасно, потому что если привязка, тем более, ну, там даже видно уже по тем заболеваниям, которые начинают проявляться у человека в этом случае. То есть, если эта привязка была по второй чакре, очень сильная, то, вернее, связка тоже была, то на момент ухода партнера в тонкий мир она превращается уже в некротическую привязку и женщина теряет энергию по уровню второго энергоцентра и это на дефиците энергии, естественно, все те органы, которые курируются вторым энергоцентром, они теряют энергетический потенциал, не получают для своего нормального функционирования достаточный потенциал энергии, входит в дисбаланс. То есть, и человек вот просто разваливается на глазах. То есть, когда возникает одно, второе, третье, десятое заболевание и это рано или поздно, естественно, заканчивается тоже сменой мерности. Поэтому, я считаю, что мы приходим сюда, в этот мир, да, мы приходим, чтобы духовно развиваться и помогать другим людям тоже идти к свету, да, но на первом месте в нашей жизни должны быть мы сами. Вот, то есть, мы должны заботиться охране своей души и никакими энергетическими привязками, не привязываться ни к чему материальному и не привязываться ни к кому из людей. Такими близкими они для нас не были. То есть, таким вот образом, привязываясь, да, человек входит в зависимость энергетическую с другими людьми и подпитывает постоянно своей привязанностью вот эти энергетические привязки. То есть, добровольно в течение всей жизни отдает свой энергетический потенциал. И потом, допустим, если человек должен был прожить там, ну, что лет, обыскно говорят, он может прожить не более 50. Почему? Потому что он делится, делит пополам свой потенциал жизненного флюида с тем, кому привязан. А оно вам надо? То есть, как приходит сюда прожить жизнь и решить свои жизненные задачи. И об этом не надо забывать. То есть, ну, мы настолько иногда заигрываемся, да, жизнь это игра. То есть, здесь все в основном, то есть, и биороботы, есть игроки. Меньше, конечно, игроков, но некоторые настолько заигрываются, да, в те же отношения, что не понимают о том, что творят и живут только материальными какими-то ощущениями, материальными чувствами, вот этими идеологическими чувствами, проявляемые по отношению другому человеку. И этим самым вредя непосредственно самим себе, решая таким вот образом себя определенных потенциальных жизненных энергий. поэтому вот эти кармические связи, все основанные на привязках, кармическая любая связь, она может оборвать, ее можно оборвать, устранив привязку. Применение КПС в этом случае мы можем использовать 18-й корректор и 23-й корректор, для того, чтобы очистить свои тонкие тела, свои тонкие энергоструктуры от привязок, и чтобы не было в следующем воплощении не было таких вот плачевных кармических браков, которые будут подтачивать энергетический потенциальный статус человека. Так, что еще можно сказать про энергетические привязки? Когда они еще, в каких случаях они еще могут образовываться? Ну, во-первых, после стрессов, да, как я уже сказала, но я привела на примере обиды, да, в принципе, любой стресс, любые негативно проявляемые эмоциональные состояния, тот же гнев, вот, тот же страх, кстати, к чему-то или кому-то тоже может образовывать привязки. Есть так называемые врачебные привязки, которые тоже есть у некоторых людей, особенно у тех, которые любят посещать врачей. Это не значит, что врачи там плохие или врачи как-то в этом виноваты, нет. То есть, если, допустим, вот как образуются вот эти врачебные привязки, вот после посещения поликлиники любого врача необходимо делать прокачивание с 23-м и 18-м корректором, а лучше с 20-м, 23-й и 20-й. Почему? Потому что, во-первых, в любой больнице вы, естественно, можете подцепить сущность или трансформацию еще можно использовать. Во-вторых, да, кстати, вот мы с вчера разговаривали и он сказал, что проверяли там карета, которая недавно помните, был праздник 20-го мая Павница и вот мы проверили по древнеславянскому календарю это. Реально идут очень мощные энергии в этот день и какие энергии оказывается, что да. Знаете, я даже смотрю по этому календарю, даже погода сходится каждый день, как тут написано, как оно там за окном и происходит. как это все работает, я не знаю, но это так называемый природный вечный календарь. И вот он сказал, что очень такой тоже долгоиграющий корректор получился. У нас два только играющих корректора. И вот этот корректор можно заменить и 20-ку, и трансформацию, то есть источник Великой горы, то есть намного мощнее и лучше всего работать. Поэтому люди и пытались в этот день искупать не только себя, но и животных. Думаю, что скоро у нас такое чудо появится. Так вот, после посещения врачей как образуется вот эта привязка. Посмотрите, допустим, приходите к врачу и он начинает вам выставлять диагноз, что он для этого делает. Он смотрит на вас, какие-то анализы ваши смотрит и думает, на что похоже ваше состояние болезни, на ту болезнь или на эту болезнь. Вот когда он таким образом неосознанно врач примеряет на вас эту болезнь и образуется привязка врачебная. Понимаете, то есть болезни может быть и нет у вас еще, но раз есть привязка к этой болезни. Почему говорят, даже болезнь нельзя называть по имени, то есть нельзя говорить, что у вас там то-то-то-то-то болит, и называть свой диагноз по анализу. это почему нельзя, потому что вы таким образом можете создавать автоматически и усиливать привязку к эгрегору болезни, к самой болезни. Поэтому проще всего мне нравится слово бяка, на любую болезнь, бяк, или как-то по-другому можете говорить, любыми другими словами, но не по имени, тогда вообще невозможно отказаться от болезни, если вы постоянно там всем расстал, ой, то болит, как бабушки делают, сидя на лавочках, пересказывают друг другу свои болезни, хвастают, у кого больше, жалуются друг другу и начинают жалеть друг друга, и потом образуются такие привязки во время такого общения. Поэтому после любого посещения, это не говорит, что врач виноват, он просто старается более правильно вам поставить диагноз. Но вот такое выставление диагнозов естественно чревато образованием врачебных привязок. Поэтому всегда берите 20-й корректор 23-й и делайте активно прокачку в течение там утром, допустим, в обед и вечером в течение трех дней после посещения врачей. Дальше вообще любые отрицательные взаимоотношения с другими людьми, основанные на выплеске каких-то отрицательных эмоций, они естественно оставляют на нашем энергетическом теле какие-то определенные энергетические ссадины, синяки, шрамы в той или иной фазе рубцевания. То есть это на тонком плане. Вот эти эмоциональные раны они могут очень долго не заживать. Пока не зажила эмоциональная рама, вернее нанесенная вам, эта привязка она может сохраняться. То есть если вспоминая о какой-то негативной ситуации, которая произошла между вами и каким-то человеком этой ситуации, у вас как бы сердце от этого щемит, то значит привязка есть. Если у вас уже как бы все, вам все равно оно было и было, значит уже привязки нет. То есть это вот такой вот фактор диагностирующий наличие привязки, есть она у вас эта привязка или нет этой привязки. И вот эти вот эмоциональные удары, которые люди получают друг от друга, они представляют собой либо деформации ауры, это может быть и при сглазе, и при порче, либо привязки, которые долгие-долгие годы могут присутствовать в теле человека. Потом, вот смотрите, вот я говорила про некротические привязки, да, а есть еще и привязки к живому человеку, да, вот когда допустим вот живет семья и под тем или иным причинам муж уходит там грубо женщине, не умирает, а просто уходит, да, или просто не разводится. И вот оставшаяся жена, она начинает тосковать, тосковать, получается, по живому человеку. И вот эта тоска по живому человеку, она закрывает четвертую чакру по переднему аспекту. Тоска или уныние по мертвому человеку закрывает четвертую чакру по заднему аспекту. Таким образом блокировка происходит четвертого энергетического центра и образуется некротическая привязка. Тогда вот по этой энергетической привязке энергия уходит за грубный мир. То есть ну я не говорю о том, что быть бессердечным надо или еще что-то, но тоже уныние и тоска, которую мы проявляем по ушедшему, она должна быть в меру. Ну и вот то, что я говорила про самовампиризм, да, что такое самовампиризм, это проявление нелюбви к самому себе. То есть когда конкретно появляется желание самого себя покритиковать, обвинить или какая-то ненависть к самому себе, или когда человек обвиняет себя, вот такой вот я, вот такой вот нехороший, вот что-то сделал такое, начинает себя укорять, да. То есть любое обвинение самого себя, это самовампиризм. Вот в этом случае, опять же, чтобы не навредить самому себе, необходимо вот здесь делать прокачки 18-й корректор и 23-й. Дальше. Если вам что-то внутри себя не нравится, значит из этого, допустим, вам не нравится ваша прическа, значит из ваших волос энергия от вас уходит через ваши волосы. Если вам не нравится там ваша фигура, значит через ваше тело уходит энергия. То есть не нравится, значит начинается отток энергии. Кстати, когда еще могут образовываться привязки делового характера в бизнесе и как они могут формироваться, это вот допустим при рукопожатии, при взглядах. Так, сейчас я эти у меня были на слайм. Да. Вот. При рукопожатиях, да, таким вот образом. Ну, сейчас вот, кстати, вот эти вот все эзотерические методы, там, воздействия друг на друга, они, к сожалению, очень сильно как бы распространены, все это может находиться в прямом доступе, там, каких-то книгах и так далее, или на каких-то там семинарах, семинарах эзотерических люди получают. И вот при рукопожатии, при взглядах, когда человек глазами с кем-то общается визуально, тоже могут образовываться вот какие-то негативные привязки. То есть это так называемый энергетический вампиризм, поэтому вот в этом случае, смотрите, очень важно, если вы идете на какую-то деловую там встречу по бизнесу и знаете, что, особенно если это касается мужчин, то в этом случае всегда в идеальном варианте у вас на руках, на запястье, именно на запястье правой руки, да, мужчин, потому что правой рукой здороваются в основном, у вас должен быть закреплен номер 23. вот, что еще, да, что я еще упустила, не сказала, разницу я уже сказала, да, что, в чем разница между привязкой и связкой, при связке идет такой вот достойный энергообмен, а вот при привязке от одного энергия уходит к другому, значит, что мы можем сделать, да, давайте я еще перечислю, наверное, виды привязок, еще не все перечислила, так, значит, когда могут образовываться еще привязки, иногда люди вот просто ведут себя неосознанно по жизни и не понимают, что совершая какие-то определенные действия, в это время они сами себя вредя образуют привязки, вот когда вы пожалели какого-то человека, жалость какому-то человеку, то есть, когда вы помочь не можете, но думайте о нем с сожалением, да, то есть, вот тоже может образовываться жаление, ой, какой он бедненький, да, да, то есть, тоже может образовываться привязка, желание доказать свою правоту, в сумке, сколько вы тратите энергии на ненужные споры, поэтому старайтесь ни в какие споры, ни с кем, никогда не вступать, потому что это всегда чревато образованием привязки, и к своему оппоненту, обычно спорят с кем? с оппонентами, да, почему никогда никому ничего не докажут, потому что все мы с вами разные, все разные, и у каждого уровня, как бы, у каждого, вернее, человека свой уровень духовного развития, каждый стоит на своей ступеньке духовного развития, у каждого свое видение, то есть, в зависимости от излучаемой частоты вибраций, да, у каждого человека свое видение мира, он видит мир со своей колокольни, со своего уровня восприятия, да, и тех знаний, и того опыта, который он накопил по жизни, не только в этой жизни, в других воплощениях, а у вас своя, поэтому вот здесь всегда надо находить компромисс в таких отношениях, надо говорить, возможно, да, вы правы со своей стороны, имея свою точку зрения, да, имея свою определенную работу, у вас такой взгляд, возможно, я остаюсь при своем, я не спорю с вами, но я показываю вам дать уверенность в том, самому себе и другому человеку, что вы не оспаривайте его неправильность. Дальше. стыд за себя. Вот еще что-то помнила, стыд за себя. Вот этого тоже никогда не должно быть. Есть вина, когда человек чувствует вину за какой-то совершенный поступок, а есть просто вот такая эмоция, как стыд за себя. Это тоже может проявляться как самовампиризм и тоже давать ток энергии. Так вот, опасность этих энергетических привязок состоит не только в остановке развития, но еще и в том, что умелый манипулятор через эту привязку может вызвать негативные эмоции, происхождение которых будет сложно отследить. И вообще причина появления любых привязок, как вы поняли, это нарушение человеком законов мироздания, это нарушение человеком законов природы. А будучи частью Вселенной, человек, естественно, подчиняется ее законам. И нарушение их в поступках ли, в словах или в мыслях приводит к негативным последствиям, в том числе и к появлению привязок. Но опасны не только сами привязки, опасны нарушения во взаимодействии энергии, когда люди стараются подчинить себе другого и в итоге становятся зависимыми сами. Поэтому любые привязки, они, естественно, отягощают общение, при этом человек будет ощущать сильную тягу к тому, кому привязан. И степень прочности привязок очень высокая. То есть они лишают человека свободы и препятствуют его духовному росту. Так, что еще я не успела сказать вам? Про безответную любовь я говорила, про родительские привязки говорила. Освобождение от привязок теперь. Я думаю, понятно уже, чем опасны привязки и как их не допускать. Значит, что делать, если привязки не являются средствами магического ритуала и не нуждаются в соответствующем вмешательстве? Как быть тому, кто подозревает их наличие у себя и хочет от них избавиться? Так вот, сразу скажу вам, в самый подходящий день для избавления от любых привязок. это 19-й лунный день. Самый такой нехороший по лунному календарю. Так вот, в 19-й лунный день очень актуально работать по удалению любых привязок именно с 23-м корректором. то есть, это время, когда мы можем чуть попозже сейчас скажу, как мы можем это делать, какие практики мы можем делать для освобождения от энергетических привязок. Значит, необходимо, во-первых, осознать, какими своими эмоциями вы создали ту или иную привязку и какими эмоциями вы ее подпитываете. То есть, необходимо убрать свой негатив, принять другого человека таким, какой он и есть, простить себя за подобное действие в прошлых воплощениях и с любовью отпустить. То есть, это работа на уровне сознания. Вот, когда вы в душе и на уровне сознания не отпускаете человека, то, естественно, привязка она не может просто взять и раствориться. Далее. Вот есть такое понятие, да, народное молвие, когда говорят сжечь мосты. На самом деле сжечь мосты это и означает убрать те или иные негативные энергетические привязки. Теперь, как узнать, на какой чакре у вас находится привязка? Значит, если привязка находится на первой чакре, вот или когда вот даже вот вы можете вот то, что я сейчас скажу, по этой информации вы можете определить для себя, когда в жизни вам ставят ту или иную привязку на какую чакру. Или когда вам поставили уже, то есть вспомнить те или иные случаи жизни, когда были аналогичные ситуации у вас в жизни и когда вы получили привязку по той или иной чакре. Итак, по первой чакре Муладхара. Вот если, допустим, мать или свекровь или сестра постоянно приходит к вам и начинает наводить порядок за вас, да, или не дают вам довести начатое дело до конца, или закончить высказывание, постоянно перебивают, или доделывают дела за других людей по своей инициативе, то есть демонстрация незаконченных дел, требующих большого количества времени, вот избыточная номенкатура дел при выполнении действий, очень много как бы регламентирующих бумаг в этом случае используется, то есть в этом случае ставится привязка и получается привязка по первому энергетическому центру. Значит, второй энергетический центр, когда привязка ставится, когда кто-то закатывает истерику или показывает отсутствие удовольствия, допустим, вы что-то там сделали для человека приятное, а он говорит, это все, что ты можешь, да, или увеличить скорость суета, или говорят вам, вы что-то делаете, ну и давай быстрее, 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 заканчивай, да, или допустим, вы рассказываете о них год, а кто-то говорит, да я ничего не понял, смеяться-то когда, да, то есть вот это все, вот в этот период времени происходит неосознанная как бы постановка привязки по уровню второго энергетического центра. На третий энергетический центр привязка ставится, когда происходят действия без вашей просьбы и согласия, когда, допустим, застолье какое-то вы не хотите, допустим, пить алкоголь, вам говорят, давай пей, 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 давай, да, или когда сравнивают человека с кем-то другим, у кого получается хуже, допустим, и так далее, ну допустим, там мама говорит, вот соседский там Петя учится хорошо, а ты вот такой там НДТ плохо-плохо учишься и так далее. Или демонстрация богатства, что кто-то там, допустим, хвастается своим богатством и говорит, что у него там много денег и так далее. Или когда происходит демонстрация связи социального статуса, когда кто-то там хвастается и говорит, да, я там вчера там с каким-то там высоким начальником там ужинал и так далее. Или навязчивость при общении, когда говорят, тебе это нужно, тебе это надо, я побуду там с тобой целый месяц, когда там приезжает вам и говорит, да вот я побуду с вами месяц, вам это надо, я вам помогу и так далее. Вот это вот по манипурицам привязка будет. Далее. Когда инициатива проявляется, или когда проявляется запрет на выбор чего-либо без объяснений там, одежда, игрушка, автомобиль или перехват инициативы, сделать то, что поручено другому. Вот допустим, вам начальник на работе поручил какое-то задание, а кто-то вам скажет, ой, давайте я это выполню, да? То есть тоже вот тут вот может образовываться вот такая вот привязка. Именно по манипурицам. А значит по четвертой чакре, когда может образовываться привязка, когда пытаются вызвать чувство вины. Допустим, говорят, тут все дети заботливые, а ты такой незаботливый сын у меня и так далее, да? Или когда выражается человеком безразличие к подарку, оказанному вниманию. Или когда тут же подарок передаривается, да? Возникает вот привязка по четвертому энергетическому центру. или когда пытаются вызвать жалость у кого-то, да? Когда там вот вам же просят милостыню, допустим, говорят там, помогите там, добрые люди, что им кушать нечего и так далее. То есть это когда идет такой резкий разрыв отношений, допустим, вот во время танца там парень с девушкой танцует, и девочка в раз там и ушла, да, из-за незавершенный танец. Или напоминание о каком-то своем сердечном отношении, да, когда мужчина, допустим, говорит, женщина, а помнишь, я тебе там в молодости когда-то что-то там дарил, да? То есть вот это вот привязка по четвертому энергетическому центру. Дальше, по пятому энергетическому центру, это когда демонстративно уходят с выступления, там, с Денифиса, да? Это манерность речи, это намерение, намеренные ошибки в речи, там, во время пародий. Кстати, во время пародий тоже образуются очень мощные привязки. Того, кто пародирует, к тому, кого пародирует. Негативная оценка творчества. Кто-то начинает, допустим, там, сочинил стихи и читает, другой человек его говорит, ты считаешь, что это стихи? То есть подмечание негармоничности, негативная оценка внешнего вида, да? То есть это все тоже может образовывать привязку по уровню пятого энергетического центра. По шестому энергетическому центру происходит привязка во время требования выполнения определенных директив без осмысления и мотивации. Это когда пытаются решать задачи за другого человека или подгонять его. Ну и что надо понимать? Что любой обрыв привязок почти всегда, естественно, причиняет страдания и боль. То есть когда с человеком, у которого у вас там длительный период времени была привязка, вы всегда это почувствуете в виде боли, когда привязка обрывается. Но этого не надо пугаться. То есть когда... Это все равно, что вы отклеиваете скотч с руки, да? Больно же будет, да? Или там лейкопластырь. Отклеиваете, а он приклеился. То же самое и здесь. Поэтому это все пройдет. Самое важное, не восстанавливать никакую связь. То есть вот вы прокачки сделали по чакрам, ну и дополнительно можно что еще визуализировать. То есть можно представлять, что на уровне того или иного центра, можно, если вы не знаете и не поняли, на каком центре у вас привязка, можно проделать это с каждым энергетическим центром. То есть, допустим, по уровню представили этого человека, с которым у вас эти привязки, к которому вы привязаны. Представили, что от вашего, допустим, второго энергоцентра к его второму энергоцентру идет такая закрученная веревка или как канат такой, да? И вы берете... Это желательно делать 19-й лунный день. При этом у вас корректор номер 23 закреплен на руке, и вы этой рукой, на которой закреплен корректор вас, вы выдергиваете эту веревку сначала от себя, потом выдергиваете веревку от того человека, к которому вы привязаны, и своими астральными руками эту веревку, которая вас связывала, вы бросаете в астральный огонь. Просто, то есть, я сжигаю в астральном огне эту энергетическую веревку закрученную, которая вас связывала. Можно по-другому делать. То есть, представлять в своей руке, на которой у вас закреплен корректор номер 23, представлять, что у вас в руке серебряный меч с крестообразной рукояткой. Как шпага такая. И вы вот этой шпагой разрубаете просто вот эту привязку, которая между вами и этим человеком, и так по уровню каждой чакры сделать. Вот, и потом опять же разрубили, тоже выдергиваете у себя, выдергиваете у того человека, к которому вы были привязаны, и тоже сжигаем в астральном огне. Вот это обязательно надо делать, то есть, сжигать в астральном огне. Если вы это не сделаете, привязка снова может вернуться. Еще в каких случаях может привязка вернуться. То есть, тот, от кого вы отключились, человек, он будет это интуитивно чувствовать, неосознанно чувствовать, ему будет хотеться вам позвонить. И достаточно просто ответить на телефон и поговорить хотя бы там двумя словами, перекинуться с этим человеком, опять привязка возвратится. То есть, опять контакт, да, то есть, через контакт восстановление привязки происходит через контакт. Поэтому сначала удалите, заблокируйте его номер телефона этого человека в своем телефоне, чтобы он не смог вам позвонить. Если вдруг вы его встречаете на улице, просто проходите мимо, стараясь не смотреть ему в глаза и никаких контактов не вступать. Мне некогда, я спешу и все. И несмотря на него, просто убегайте, уходите. То есть, так хотя бы месяц надо себя поберечь для того, чтобы вновь не образовалась привязка. Ну и осознать. Почему вот пока человек не осознает, для чего ему это необходимо, эту привязку убирать, он этого не будет делать. Поэтому очень важно осознать вредность, что имея привязку, допустим, несчастную любовь, проявляя какому-то мужчине, вы отдаете добровольно ему энергию, которая ему и даром не нужна, у него там внимание сосредоточено на другой персоне женской какой-то. Он туда энергию свою гонит. А вы отдаете ему, а он это все отдает другой женщине. То есть, вы подкармливаете таким вот образом два человека своей собственной энергетикой. Надолго ли вас хватит? И пока вы думаете о объекте своего вожделения, об этой несчастной любви, об этом мужчине, ваше место, вашего энергетического партнера на тонком плане занято. И никто в вашей жизни из других мужчин не сможет проявиться. Потому что мужчины интуитивно они чувствуют, да, что женщина занята, когда у нее в мысли, в голове сидит другой мужчина, которому она вообще не нужна. Поэтому надо понимать, что это все кармические вот эти вот привязки, которые идут из прошлой жизни. Безответная любовь, это тоже одна из кармических привязок. Еще очень важно понимать, что никогда нельзя никому ни в чем плясся. Вот я знаю, что по наитию, допустим, по незнанию, особенно там, вот когда первая любовь, вспомните там, в каком классе вы там первый раз любились, и когда клялись там друг к другу, вечно любить друг друга. Что значит вечно любить? Это значит из воплощения в воплощение. Вы вынуждены будете встречаться, встречаться и образовывать кармические вот эти привязки между собой, которые могут вылиться и в кармические браки в том числе. То есть это вот бесперспективно. Поэтому не обещать твердо никому ничего нельзя, ни клятв, никаких клятв не должно быть. Любая клятва – это вечная привязка. Ну и еще как понять, да, разорвана ли энергетическая связь с обидчиком или нет. Опять же, по собственным ощущениям, если обидчик кажется вам настолько далеким, настолько непричастным к вашей жизни, то вам даже трудно как бы нарисовать воображение его образ, значит, привязка убрана. Вот, поэтому... очень важно вот как бы основываться на свои собственные вот такие вот ощущения. Так, ну что? Вроде бы, так, по слайдам еще. Это вот таким вот образом привязки образуются по уровню того или иного энергетического центра. То есть смотрите, вот зеленая привязка по анахате – это может быть просто дружба. Если нет привязки по второму энергоцентру, то это дружба. А если есть привязка по второму, по четвертому, да, вот может быть это не привязка, а связь, если взаимная любовь, то это идет очень хороший такой энергообмен между мужчиной и женщиной. и никакого вреда и мужчине и женщине это принести не может. Потом вот никогда не смотрите никому в глаза, потому что... Что такое глаза? Это мозг, вышедший наружу, да? И когда человек смотрит другому в глаза, если человек плохо в это время о чем-то плохом думает или настроен эмоционально негативно, не только по отношению к этому человеку, вообще эмоциональный негатив переживает, то вы можете тоже получить себе такую вот привязку. Также вот это вот на работе могут образовываться вампирические привязки, да, там начальника и подчиненных и так далее. То есть у каждого, я хочу сказать, свои вот эти привязки, от которых необходимо избавляться. И когда существует по той или иной чакра, то есть если по уровню третьего энергоцентра, да, привязка образовалась вампирическая, то вот так вот пережимается биополе. Восьмерка и пережатая биополе. Вот это тоже вот вампиризм, вампиризм эмитический. А это вот по второй чакре вот такая вот половая привязка может образовываться. Мужчина как на поводку такой женщины, говорят, подкаблучник в этом случае. Ну и это то, те чхи энергии, о которых я говорила, могут происходить, если у мужчины, допустим, несколько женщин, да, одновременно там периодически, он меняет партнер, как перчатки, да, то у него от той чакры, по которой есть привязки, будет постоянный отток энергии. Теперь мудра от привязок, которые мы можем делать с 23-м корректором. Соединяем подушечки мизинцев и безымянных пальцев. Средние указательные пальцы положить под основание больших пальцев. большими пальцами накрыть средние и указательные. Ладони соединить между собой. То есть, большие пальцы соприкасаются между собой боковыми поверхностями. То есть, эту мудру тоже можно практиковать, но я просто не нашла картинки этой мудры, у меня просто было описание, поэтому я вам можете сфотографировать и затем попрактиковать, потренироваться, сделать эту мудру. То есть, одновременно еще делать мудру параллельно с тем, что вы работаете с КФС. Теперь руны, которые мы можем использовать с КФС номер 23 для того, чтобы быстрее избавиться. То есть, можно просто восстановить свою энергоструктуру очень быстро и войти в эмоциональное и ментальное равновесие, делая прокачки, вот просто в руну заходя с 23 корректором. Поочередно. Сначала в руну оболочка, затем в руну равновесие. Теперь мантры восстановления энергии равновесия. Ом Пурнам Ада Пурнам Идам Пурнад Пурнам Удач Яте Пур На Сия Пурнам Ада Е Пурнам Эва Ваши Ш Я Те Это для любителей вот этих манток. Если есть желание, можете тоже практиковать эту мант. То есть, вот таким образом, работая с 23 корректором, мы можем разорвать любые энергетические привязки, которые мешают, которые нам вредят, и стать вольными и свободными личностями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok